Вечер добрый! Сегодня мы на кухне, дома, и будем пробовать варить адыгейский сыр. Все буду рассказывать по рецепту, по которому я делаю. Я его тоже в интернете нашел. В общем, у нас здесь молоко и прокисшая сыворотка. Сыворотка от... после творога, которая, короче, остается. Сыворотка должна быть немного прокисшей. Она в тепле примерно при комнатной температуре должна простоять, наверное, дня 2-3, не больше. Потом уже нужно в холодильник поставить, если сразу же сыр не варится. Так, давайте покажу все поближе и расскажу подробнее, что мы сейчас будем делать. В первую очередь я взял молоко 5 литров и сыворотку. Примерно 40-50% нам нужно будет. Сначала нагреваем молоко до 92-93 градуса. Сыворотка до 70 градусов. Они у меня сейчас пока что стоят. Наверное, минут 5-10 пройдет. И как только температура дойдет, для этого, чтобы измерить температуру, у меня есть вот такой цифровой градусник. На Wildberries обычно купили. Как только дойдет, сразу выключаем. И что делать? Сейчас расскажу. Так, давайте расскажу, какие вообще нам принадлежности нужны будут для нашего сегодняшнего сыроделия. Самое главное, это шумовка. Потом нам понадобятся, смотрите, вот такие формочки для сыров. Опять же, это из Wildberries. Ну, можно на Узон также заказать. Там помещается до 500 грамм готового сыра. Вот, две формы у меня. Вот такой цифровой градусник. Рублей, ну, 200 чем-то стоило. Ну, и в принципе, все. Здесь никаких заквасок и ферментов не нужно. Поэтому это самый простой сыр. Я сам сыр делаю, если что, вообще в первый раз в своей жизни. Никогда не пробовал и не делал. Посмотрим, что выйдет. Да, еще. Сегодня попробуем сделать без каких-нибудь добавок. Одну формочку и вторую с гречским орехом и миндалем. Посмотрим вообще, что на вкус и цвет будет. Молоко не обязательно должно быть прям свежее-свежее. Но не более 12 часов. Вот, уже нагревается. 56 градусов. Так, у нас потихоньку уже температура доходит. 75. А у сыворотки 52 было. Еще немного осталось. Так, нагрелось у нас вот 92. Ну, в общем, есть сыворотка 71 получается. Чуть-чуть, плюс-минус 1 градус, ничего страшного. Идем дальше. Сейчас дальше берем половником сыворотку, либо кружкой. Теперь нам нужно остановить молоко, чтобы оно не перемешивалось. И по краям осторожно вливаем. Примерно вот у меня на 5 литров понадобится 2-3 литра. Она должна начать сворачиваться. Молоко не перемешиваем, осторожно. Всего время может понадобиться минут 10-15. Вот видите, потихоньку уже что-то начинается. Но еще не конец. Снизу выходит молоко. Можно осторожно проверить. Видите, еще молоко выходит белое. Значит, еще не готово. Добавляем еще. В общем, по моим наблюдениям, уже готово. Потому что, смотрите, отделилась зеленая. Вот. И когда вот так берешь маленькую, комочек сворачиваешь, он должен быть как пластилин. Вот. Ничего не перемешиваем, только осторожно вот так в краю смотрим. Сейчас потихоньку, осторожно, с жимовкой начинаем снимать наши формочки. Вот. Все. Сейчас осторожно берем и в форму. Осторожно. Главное, слишком его не разламывать. Немного прижимаем, чтобы у нас сыворотка ушла. Так, думаю, сюда хватит. Сейчас вторую. Слой за слоем будем складывать орешки. Вот. Миндаль и грецкий орех. Обязательно сначала обжарить на сковородке. Слой за слоем. Смотрите, у нас получилось вот две головки. Я тоже начала потихоньку смотреть, сжиматься. Это немного тоже нажимаем. Можно ее осторожненько поднять. Мы без перчаток, без всего, потому что мы делаем для дома, для себя. Так, у нас сейчас вот так минут 5-10 с одной стороны постоит в форме. Немного от сыворотка немного стечет. И будем ее переворачивать. Сейчас попробуем повернуть. Надеюсь, все получится. Фу, с богом. О, красота. Упс. Осторожненько по ловникам исправляем наши недоделки, недочеты. В принципе, она форму хорошенько все равно приняла. Далее сейчас нужно нам перевернуть вторую головку. Думаю, на этот раз все должно получиться удачно. Пробуем. Вынимаем. Вот такая красота у нас получилась. Смотрите, какой узор. И орешки красиво. Сейчас попробуем его обратно туда поместить. Я придумал такой интересный способ, как колесо его туда закатывать. Получилось. Идеально. Вот такая красота. Какой красивый узор получился от формы. Так, прошло у нас примерно минут 20, наверное. Я их уже переворачивал по одному разу с каждой стороны. Вот. С первого раза у вас тоже может не получиться перевернуть. У меня нормально не получилось. У первого. Сейчас она еще постояла. Сыворотка стекла. Она сейчас более-менее затвердела. И сейчас будем ее солить. Вот, получилась одна форма вот такая вот. Сыр уже в два раза уменьшился. А здесь, которая вот с орешками. Грецкий орех. Вот здесь, хотя немного еще течет. Поэтому она у нас на кружке стоит. Тут побольше. Сейчас давайте засолим их. Лить нужно по вкусу. Как я видел в интернете, там примерно берут щепотку, сыпают. И труд. Вот. И так с двух сторон. Тут уже это, наверное, с опытом придет, когда много раз делаешь, сколько уже нужно добавить. Сейчас перевернем. И с другой стороны. Сейчас еще раз перевернем. Сейчас уже лучше начало получаться. Так, смотрите, какой красивенький узел. Осторожно кладем. Оп. Еще раз щепотка. Так, и второй. Переворачиваем. Здесь у нас, смотрите, какой красивый узор. Это у нас с орешками. Сразу получится. Не факт. Поэтому я вот так попробовал сделать. Потихоньку, как колесо, его туда закатываю. И зато никак не ломается все. И сюда с вами. Вот. Ну, все, в принципе. Смотрите. У меня здесь уже почти не течет. Постоит она у меня так сейчас до полного высыхания. Точнее остывания. И она более-менее затвердеет. И адвегейский сыр можно его пробовать уже сразу, после остывания. Некоторые ставят на ночь. Мы сегодня попробуем. Одну хотя бы. У нас, вот, кстати, сегодня тоже обои клеили. Смотрите, да? Полкухни почти. Сейчас ждем, пока у нас сыр остынет и приготовится. Музыка. 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 У нас уже сегодня следующее утро. Мы решили на ночь оставить сыр в холодильнике, чтобы он полностью хорошо затвердел и освободился от сыворотки. Мы уже, вот, смотрите, вот так красиво все разрезали, сделали фоточки, видео. Вот, сейчас будем пробовать. Вот это вот у нас обычный классический, просто с солью. Вот это у нас орешками. Единственное, что я понял, орешки нужно крошить еще мельче, потому что, когда вот разрезаешь, разрезаешь сыр, он немного трескается, из-за того, что орешки слишком крупные. Но на вкус, естественно, мы уже попробовали, очень вкусно получилось. Сколько по весу, вот здесь и забыли. Ну, сейчас ради интереса взвесим по половинке и умножим на два. У нас всего, как вы помните, было 5 литров молока. Ну, еще у нас вчера получился примерно, вот, не знаю, вот такой кусочек, наверное, вот такой, отдельный, который на дне осталось. Ну, добавим еще грамм 50 к тому, что есть. Ну, вот, даже самое интересное, примерно, сколько по весу все это вышло. Красота даже есть, жалко. Вот, сейчас будем пробовать. Так, давайте попробуем. Сразу отвечаю, на камеру все эмоции показываться точно не будут. Вот, но мы уже вчера пробовали маленький кусочек, который у нас на дне остался. Ну, который вот покрышилось, через сито пропустили. Был, был очень вкусно. Он, конечно, еще не затвердел полностью, был как торт, примерно. Пробуем. Очень вкусно. По вкусу. А что похоже вам? Ну-ка, по-моему, к кому-то. Солью нормально. Он мягкий. Очень вкусно. Вообще кислинки никакой нет. Еще что? Да, дети по-любому полюбят. Короче, это точно не последний наш сыр. Сейчас молока не будем оставлять. Ни на что. Тут, да? Ага, мы говорим, что в кусте разница подойдет. Ну, точно. Сейчас попробуем с орешками. Кусть отличается. И? М? Кукует еще орехи, моя дам-адам. С орешками это. Орешки сладкие, кукует уже, кукует. Да, чуть-чуть вкус отличается. Маймаз? Возможно, это из-за того, что больше. Это чуть-чуть повлажнее. Ну, может быть. Чуть-чуть. А вот это... Еще майры с леней. Чуть-чуть повлажнее вот это, которое с орешками. Возможно, она из-за того, что сыр по толщине больше. В общем, очень вкусно. И куда-то на все еще дырка. Короче, разница есть. Немного вкус миндаля и икреского ореха вышло. Вообще вкусно. Реально вкусно. В общем, советуем. Так, 880. Сейчас вычтем вес пакета. Так, тарелка у нас весит. 380. Было 880. 500. В общем, сыр у нас вышел килограмм ровно. В общем, сырочки у нас получились с 5 литров 1 килограмм. Это получается 20%. Я в интернете смотрел. Там говорят, если выходит от 13%, это очень хороший результат. Значит, у нас корова дает хорошее молоко. Молоко хорошего качества. Вот, в общем, сыр рекомендуем. Очень вкусный. Попробуем сделать через пару дней еще раз. Вот эта сыворотка, кстати, которую мы использовали. Я ее не выливал. Она у меня сейчас постоит еще 3 дня. Мы попробуем сделать еще раз. Ну, с той же сывороткой. Вот, на этом у нас все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Как вы варите адыгейский сыр? Может, что-то по-другому? Всем пока!